Солнышко Подходите, мы вам сейчас про инструменты рассказывали В каждом регионе России были свои... А, да, ну это тоже предметы, что мужчины, что это такое? Уточка Для чего? Для чего? Правильно, значит, ну дети проголодали, что папе делать? На охоту идти, но на них тоже играли Вот так Потом, значит, смотрите, в каждом регионе Вот это вот из Пензенецкой области, из села Абашево Вот это вот у нас свистулечка из Задонска Коник такой Так, это на кого похоже? Мышка Из какого города? Мышкина, правильно, да Вот это наша Коломенская Значит, смотрите, как на ней играли Значит, вот хвостик, дули хвостик Вот попку, попку не закрывали И вот здесь вот две дырочки На ярмарке собирали большие-большие хороводы И устраивали свистопляски Свистопляски, это вот все дули вот в такие свистулечки И танцевали И кто выдерживал, тому подарок Пряники, медовушечку, если взрослый человек Бублики Вот, а вот эти свистулечки к нам пришли из Ростова Великого У них была такая традиция, да Они, значит, на ярмарке покупали И целый год пересвистывались через озеро И потом через год они встречались И по голосу старались узнать друг друга И там угадывали Если парень и девушка То тогда, ну, влюблялись уже, свадьбы играли Вот А вообще, почему черная, скажите? Грина такая Не-не-не, это обжиг Коптили, коптили на березовых поленьях И она изначально была вот такая вот матовая А почему глянцевая? Лащили 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 Металлическими спитами И это называется черно-лощеная керамика А вот эта вот приехала из гжели Вы видите, она линяная И вот эта птичка очень похожа на смоленскую Традиционную птичку Еще могли делать вариант мокрый соловей Когда в свистулечку залипали воду И тоже свистели А почему она такая золотистая? Ее в молоке вымачивали И потом обжигали Рожки Вот это рожки такие Это жалейка А это у нас пастушеский рожок Из бересты Да, из бересты Ну в общем Пастух вбудел свой рожок Коробка знала, что нужно выходить Подожди, не уходи Сейчас будешь нам помогать Будешь сейчас музыку играть Вот А вот это вот что у нас Как вы думаете? Что это у нас? Растение прям вот Зеленого цвета Самое противное Пурщик 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 Калюка Калюка Послушайте, какой у нее звук А мне это Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Такая музыка интересная Теперь мы переходим к более сложным инструментам Вот это как вы думаете, что такое? Это прапрапрадедушка скрипки Значит, нашли в роскопе в Великом Новгороде Значит, роскоп был где-то 13-12 века Вот эту только нижнюю часть И не могли понять, что это такое Думают Ну, наверное, ложка На Руси матушки такие богатыри были Которые вот такими ложками кашу ели Потом думают А почему же три дырочки? Потом, значит, проанализировали Сопоставили Написали научные работы И поняли Значит, это был такой музыкальный инструмент Который был распространен Вот подобный В странах Балтии Значит, в Англии В Германии У нас в России И называется он будочек Ну, у них он по-другому назывался А почему? Значит, послушайте, какой у него звук Вот, будочек Под него пели духовные стихи И разные игровые мелодии Играли Так Струны у него из жил А, смычок из конского голоса И его не зажимали пальцами А чтобы звук шел Вот так вот, ногтями Чтобы звук Потому что если пальцем Вот так А ногтем нормально Вот этот, вот подобный инструмент Тоже нашли в том же самом Роскопе В Великом Новгороде И это у нас, конечно же Вы знаете, как называется Как? Гуси Нет, гуси Это гусли Гусли бывают Шлемовидные Крыловидные А эти у нас гусли Лировидные Это такая маленькая Маленькая афа Так, послушайте Он тихий Такой погреш Подойдите Садко играл на таком инструменте Того же времени Средний пепел Да, того же... Это колесная лира Колесная, потому что Здесь колесо, которое крутится И колесо Трёдкор Здесь это жилы И можно менять тон Вот клавиши Ну та же самая система Здесь только вот ногтем надо А здесь вот клавиши Еще она называлась Ленивая скрипка Или же Донской реле Или казачий реле Это духовные инструменты Под него Духовная стиха Мы сейчас В прогмен Духовного стиха Вам споем Жил юный Отшелик Он в гелье Молясь Священную книгу Читал Углубясь В той книге Прочел Что Песня Чаре Как день Перед Богом Мелькнет И пройдет И Инок Сомнений Стал Думать О том Что Ты Сочаре Не сравнится С одним Днем Не Верит Священную Книгу Глядит И Видит Что В келью Вдруг Птичка Летит Вся Блещет Сияет И Прелесть Для Глаз Как Я Лаконт И Берья И Клюв Как Алмаз Блаз Это Тобой Длинный Стих Вот Этот Священник Вышел За птичкой Пришел Смотрит Все Не то Монастырь Не тот Церковь Другая Стали Искать По книгам Оказалось Что 300 Лет Прошло Пока Он Гулял За птичкой Вот Такая Вот История Так Значит Ну и Теперь Мы С вами Подходим к нашему любимому инструменту балалайка только это не совсем русский инструмент значит тоже искусствоведы музыковеды спорят что когда когда к нам пришла это балалайка один год в 18 и другие горят девятнадцатом веке это что это вообще было изначало изначально мандолина взяли нашего так отрезали и стала балалайка ну удобнее носить теперь это наш инструмент и как раз на этом инструменте можно играть разные разные плясовые мелодии а а а а а Дико-велоко, дико-велоко, дико-велоко. Как курочка-добычка родила, Журавей свою ночь проходил. На селушку поросеночка родил, Поросеночек дико-велоко. Он яичко снёс, наснёс, На высокую паличку снёс. А паличка шатается, А яичко катается. А курочка-раскудакталася, Красная девица расплакталася. А теперь будете нам помогать. Так, птички соблюдайте. Пошли! Когда мы будем говорить «ложки» играют только одни ложки. Когда мы будем говорить «птички» играют только птички. Когда «погремушки» играют по «погремушке». Значит, и «рубель». Ну, отдельно слово, конечно, да. А «бубен»-то как же? А, ну, по-прежнему. «Бубен» всегда. Да. Пошли! Всем вместе! Пошли! Погремушки! Пошли! Пошли! Субтитры создавал DimaTorzok